Предположим, вам нужно завершить ваш стрим. Как это можно сделать? Мы переходим на вкладку нашего стрима. Здесь мы видим кнопку завершить трансляцию. Нажимаем сюда, можно отправить самые последние сообщения, которые будут содержать либо какую-то ссылку, либо какой-то призыв, либо еще что-то, какую-то информацию для ваших зрителей. После этого мы нажимаем на кнопочку завершить трансляцию. Нас спрашивают, мы говорим завершить. После этого мы увидим финальную картинку. Либо нажимаем закрыть, либо изменить в творческой студии. Можем нажать на любую из этих кнопок, перейти на панель управления со стримами или в саму творческую студию. Если мы хотим просмотреть информацию по поводу какого-то стрима, нажимаем на видео, трансляции и здесь мы видим список наших трансляций. Сначала будут показываться предстоящей трансляцией, то есть те, которые были запланированы, но вы еще не нажали кнопочку начать эфир. Возможно, вы проводили какие-то тесты и просто забыли нажать на кнопочку, либо вам это не было нужно. То есть такие тестовые стримы вы можете просто удалить. Таким вот образом. Если это нужно сделать с несколькими стримами, проставляете галочки вот так, другие действия удалить. Эти записи больше вы восстановить не сможете, поэтому удаляйте все с умом, уточнив, если вы скачиваете, если вы удаляете стрим, который вам нужен, точно ли вы его уже заново скачали. Итак, вот самый последний стрим с названием тест стрима в зон 2. Доступ по ссылке. При желании вы можете поменять доступ на открытый, например, или сделать еще какие-нибудь манипуляции. Итак, сегодня вы узнали, как можно завершить ваш стрим и как посмотреть информацию о нем. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы ничего не пропустить. Приобретая полную версию нашего курса, вы также получаете и обновление, то есть когда выходит новый урок по какому-то курсу и этот курс у вас приобретен, то вы получаете доступ и к этому уроку или к нескольким урокам, если был сразу же загружен весь блок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!